Добрый день, уважаемые зрители канала Растения Укр. С вами, как всегда, Максим и Елена. Сегодня мы поговорим о зимнем поливе. Как вы видите, я тепло одета, из чего следует, что сейчас уже на улице достаточно холодно. Большая очень ошибка, которая совершается при поливе зимой, это мнение о том, что если в квартире жарко и сухо, то растения нужно поливать в том же режиме, в котором поливались они летом, во время вегетации весной, летом и осенью. Но это немножко не так. Надо не забывать о том, что зимой, где-то в конце ноября, в середине ноября растения постепенно засыпают. Вы прекрасно знаете, оно перестает расти, меньше листьев выходит. Даже если листья зимой выходят, то они и мельче, и не такие яркие, чем летом и весной. И растение не дает высокого очень прироста, большого прироста. Это свидетельствует о том, что оно засыпает. И как следствие, что воды оно потреблять должно намного меньше. Как правило, зимой полив уменьшается где-то в два раза. Но не количество воды, а просто в два раза вырастает промежуток между поливами. Если вы поливали растения раз в три дня, теперь вы поливаете смело раз в неделю. Единственное, что касается фикусов, да и остальных растений тоже, и пальм, в отопительный сезон вместо полива лучше их лишний раз обрызгать. Если, тем более, недалеко радиатор отопления, обрызгивать надо, в лучшем случае, один раз в день, если получится, два раза в день. Таким образом, вы заменяете полив, эпифитное растение получает воду, впитывая ее через листовые пластины. И в то же время вы не замачиваете корневую систему, и она не гниет. Таким образом, растение получает свое нужное количество воды без каких-то механических последствий после этого всего. Поэтому, запоминаю, полив делаем реже, ровно в два раза, но опрыскивание производим чаще. И тогда наше растение после зимовки не будет выглядеть страшным, ужасным, подгнившим. И в то же время, в отопительный сезон, очень часто размножается на комнатных растениях паутинный клещ. Любит он практически все растения, жрет он все. Поэтому ног сбивают личинку паутинного клеща холодной водой. Это один из способов очень старых. Если вы обрызгиваете растение водой комнатной температуры, паутинный клещ на нем не поселится. Либо вы его смоете этой водой. Таким образом, вы не только делаете лучше своему растению, но и удаляете с него вредителя, который может сделать ему еще хуже, чем летом. Летом паутинный клещ не с такой скоростью развивается, как в сухом, теплом воздухе зимы в квартире. Поэтому будьте очень осторожны с поливом, обрызгивайте водой паутинного клеща, и растение скажет вам спасибо. Всего доброго! Смотрите наш канал!